Общение с Омском. На этой неделе заработал еще один маршрут, соединяющий столицу республики с городом, где треть населения выходцы из Башкирии. Речь идет о ноябрьске. Оба рейса открылись в рамках программы субсидирования региональных перевозок, которая призвана соединить регулярными маршрутами малые и большие города России. Без пересадок, по льготной цене. Это новые возможности для деловых и социальных контактов. Вместе с нашим телеоператором Ильшатом Казаколовым мы за несколько часов преодолели 4000 километров и убедились, что эти новые рейсы оказались долгожданными и востребованными. Чтобы не портить впечатление от отдыха в Башкирии, жительница Перми Римма Садыкова летит из Уфы в родной город на самолете. Сумма перелета практически равна цене железнодорожного билета, поэтому вопрос с выбором транспорта решился сам по себе. На поезде с пересадкой придется, у нас нет прямого рейса. Это мне пришлось бы до Свердловской ехать, а потом до Екатеринбурга, а потом уже сюда с пересадкой. И с ребенком это неудобно. Вот на таких лайнерах, их еще называют авиагазели, в 2013 году было организовано сообщение между городами Приволжского федерального округа. Программа субсидирования региональных авиаперевозок подразумевает, что половину стоимости перелета авиакомпаниям возмещает в федеральные и региональные бюджеты. Регулярные рейсы из Уфы в города Приволжского федерального округа осуществляются по шести направлениям. Тем, которые зарекомендовали себя как востребованные в Екатеринбург, Самару и Казань, перелеты выполняются ежедневно. Позитивный результат программы оценили в первую очередь сами пассажиры. Пользуемся довольно-таки часто, два раза в месяц быстро и удобно, полтора часа туда-обратно. Авиасообщение стало доступной альтернативой железнодорожным и автотранспортным перевозкам. Рейсы оказались настолько популярными, что республика заинтересована в продлении программы субсидирования перевозок в ПФО. Катарстан подал заявку для субсидирования шести маршрутов перевозки в федеральный округ, которые были действовали по ранним представленным правилам, и включил один маршрут, это Уфа-Краснодар. Сделать города России ближе друг к другу и обеспечить авиасообщением малые и большие населенные пункты страны. Такую возможность открывает уже новая программа субсидирования авиаперевозок. По тому же принципу возмещения авиакомпаний 50% расходов с нового года стали появляться регулярные рейсы в отдаленные города России. Сейчас мы находимся на борту воздушного судна, который совершает перелет из Уфы в ноябрь. Самолет рассчитан на 100 посадочных мест и, как видно, лайнер летит при полной загруженности. Время в пути 2,5 часа. Для сравнения, когда раньше пассажирам приходилось лететь тот же ноябрь через Москву, на это уходил целый день. А еще цена вопроса. Супруги Джумалиевы раз в год посещают внуков, которые живут на севере. И всегда пожилой чете приходилось двое суток ехать по железной дороге. Не поверили своим глазам, говорят пенсионеры, когда авиаперелет на двоих оказался дешевле билетов на поезд. Мы берем нижние полки в купе. Билеты 7600. Два билета уже 15 тысяч. А обратно мы тоже хотели ехать на поезде. Но когда пошли в кассу, то были в шоке. Обратно мы летим дешевле, чем на поезде. Такие прямые рейсы, соединяющие с большой землей северные города, стали настоящим подарком для их жителей. Надежда Макарова с пятилетним сыном каждые полгода приезжает в Уфу на лечение. Ребенку на глаза операции делали. Ездим часто туда. Раньше неудобно было на поезде все время ездить. Сейчас очень удобно. По стоимости вообще приемлемо, дешево получается. Регулярные рейсы повышают и деловую активность между российскими городами. Данил живет по принципу «время – деньги». И тут время работает на него. Раньше летали через Москву. Было долго и дорого. Получается, была пересадка в Москве. Ну и билет стоил в районе 15-20 тысяч рублей. Уфа становится все более привлекательной для региональной авиации. Власти субъектов, с которыми сейчас налаживается регулярное авиасообщение, сами заинтересованы в прямых рейсах. Ильшат Бекбулатов родился в Башкирии, но живет в Ямало-Ненецком автономном округе. Уверен, что новый рейс «Ноябрьск-Уфа» станет самым популярным в его городе. Уфа является такой инфраструктурой, разветвленной. Там Самара рядом, другие города. Соответственно, это является актуальным рейсом. Потому что где-то процентов 40 летает именно в ту сторону. Раньше проблематично было, ввиду того, что лично по моему опыту я добирался из Сургута, как Галыма, и эти рейсы были ближайшие. В этом году по всей России 102 маршрута региональных авиаперевозок субсидируются федеральным и региональными бюджетами. Через Уфимский аэропорт организовано 7 регулярных рейсов. Из Тюмени в Уфу, из Уфы в Белоярске, Калугу, Сыфтывкар, Ханты-Мансийск, Ноябрьск и Омск. Сейчас идут переговоры по увеличению сети авиасообщений. Развитие региональных перевозок позволяет модернизировать авиационные узлы российских городов, поддерживать гражданскую авиацию, а главное – повысить мобильность россиян. Эльвир Мшанович от Казакулов, Урал Шарипов, Вести, Башкортостан.